Это грандиозное шоу ждут каждую весну, но в этот раз галоконцерт премии Андрюша особенно яркий и по-семейному теплый. Ведь спустя 10 лет на одной сцене выступили и начинающие свой путь талантливые дети, и успешные выпускники, и признанные звезды эстрады. В этом году вообще рекордное количество детей, которые участвуют, то есть это более 1200 человек. Это, конечно, все непросто, с ними справиться, но тем не менее коллективы все организованы. Это все, по сути дела, лауреаты, золотой фонд, все, кто за 10 лет так или иначе были отмечены жюри. Каждый номер такой мощный, сильный, независимо от количества людей, которые находятся на сцене. Уровень детей, которые подают заявки на премию Андрюша, он вырос невероятным. Если первый год подавали заявки дети, пока еще с невысокими достижениями, то сейчас, год от года, это практически уже готовые артисты. За день до галоконцерта состоялась творческая встреча, в которой приняли участие выпускники и педагоги, в том числе солистка Большого театра Елена Аколышева. Беседу вели о жизни в искусстве и творческом пути воспитанников фонда. Мы всегда стараемся подвигать наших подопечных к тому, чтобы они следовали по пути своего таланта, чтобы они верили в себя, чтобы они выбирали искусство по профессии. И поэтому мы решили устроить серию таких творческих встреч для того, чтобы обменяться опытом. Самые теплые воспоминания от фонда – это, конечно, концерты и поездки в творческую школу в Суздаль. А еще от фонда мы вместе с Алисой Федоренкой ездили в Париж. И, естественно, это тоже великолепное воспоминание, которое на всю жизнь. С фондом Андрюши я побыла в Японии, в Токио. Я выступала перед огромной аудиторией в прекрасном зале. Это был концерт, где были музыканты из разных стран. И я представляла Россию, я пела русскую народную песню. Это были вообще невероятные эмоции. Голоконцерт премии Андрюша – это всегда высококлассное шоу. Юные таланты раскрываются на сцене вместе с признанными артистами. Еще ярче их выступления делают особые спецэффекты и мастерская работа режиссера. Старая музыка, старая музыка, музыка, вся в другом. С ее шагами, качаяню с нами, качаяню с нами, танцую с нами, танцую с нами. Мне приятно, что меня однажды пригласили, доверили провести такой праздник. Потому что в детстве, я это по себе помню, ребенок запоминает каждую деталь, каждый нюанс. И, конечно же, каждого человека, которого он видит рядом с собой на сцене. Поэтому это большая ответственность быть вместе с ними на такой вот удивительной площадке, такого красивого театра. Очень заметен накопительный эффект, потому что дети занимаются. И, может быть, когда он начал проводить конкурс, то дети не верили, может быть, в то, что можно достигнуть успехов, можно победить. И когда оказалось, что все это реально, заметно, как вырос уровень подготовки, насколько сложнее стал репертуар. Как опыт показывает, талантливый человек виден сразу. Рассматриваешь потенциал, когда мы отслушиваем, допустим, всех претендентов. Человек проявляет себя потом в работе, тоже талантливые люди. Это очень ценно, сотрудничать с самого начала и смотреть, как дети растут и поднимаются. В каждом деле, в танцах, в пении, в эстрадном пении, в оперном пении, в театральном, есть набор каких-то навыков, которые поражают педагогов. И все это еще окрашено эмоциональной составляющей, которая может и называться талантом. Как Станиславский сказал, талант – это совокупность творческих способностей и творческой воли. За 10 лет существования премии «Андрюша» поддержку фонда получили более 16 тысяч детей. Они проявили себя в хореографии, живописи, вокальном и актерском мастерстве. Новые таланты и новые возможности фонд продолжит раскрывать благодаря помощи меценатов нашего региона.